здравствуйте друзья мне несколько человек сегодня а сегодня пятница 16 октября 2015 года и мне несколько человек сразу прислали вопросы что вот мол как вы прокомментируете сообщение о том что в этом году рекордное количество заявок на участие в гринкарт лотереи из российской федерации я честно говоря так пошел было поискать но ничего толком не нашел вот такого чтобы в американской прессе ну думаю ладно почитаю по-русски по-русски сделал поиск очень очень много разных источников там первым по он вышел московский комсомолец там еще после него много всяких ну и они ссылались на блумберг что сотрудник госдепартамента в интервью блумберг значит издание блумберг дал вот такую информацию я пошел уже прямо на блумберг на сам и там нашел я в принципе каждый день там смотрю новости обычно это мой такой номер один источник информации но вот нашел так я сам внимание не обратил но поискал и нашел там много разных цифр много разных цифр но во первых я как-то даже смущаюсь потому что мы ровно в середине находимся процесса подачи заявок приема заявок на гринкарт лотерею у нас на канале например я могу сказать примерно полторы тысячи просмотров в день на инструкцию по заполнению анкеты и нет не спадает вот первые два три дня было где-то две с половиной 2 300 1800 и дальше на полутора тысячах держится стабильно все это время то есть люди продолжают заполнять свои анкетки и значит что тут сказать не знаю даже вот все все путем продолжается прием сколько то еще наверное будет подана анкета на сегодня они там какое-то количество назвали говорят что это какой-то такой рекорд там всех времен вообще по российской федерации я я не знаю насколько там там не безумно много там шесть 200 там не знаю 50 тысяч такого плана и 250 тысяч это же не 2 миллиона и не 10 понимаете ну хорошо все таки я не знаю что вот вам больше чем обычно ну да значит людей которым некомфортно больше чем обычно ну хорошо и они там дальше еще говорят что а вот еще есть другие каналы а вот еще есть евросоюз куда люди уехали а сколько то там человек в этом году в том году там еще что-то и вот говорят а если люди уезжают по инвесторским визам вот за по за год уехала аж шестьдесят пять человек друзья шестьдесят пять человек уехала из российской федерации с помощью того что они заплатили там будто полмиллиона и больше за вот это вот инвестор но по инвесторской этой программе вот уж действительно богачи рванули правда вот значит я бы к этой новости точнее к муссированию этой новости отнесся бы как людям надо о чем-то поговорить но вот они о чем-то хотят поговорить в блумберге статья начинается с того что по опросам левада центра 71 процент россиян высказались об америке там в крайне негативном плане что такое плохое государство по сравнению с тем как два года назад было только 50 процентов то есть вот резко значит ухудшилось отношение к соединенным штатам хотя и 50 процентов тоже конечно довольно довольно много но не суть и вот значит и что же то они значит вот смотри-ка а количество желающих значит там брять участие в лотерее увеличилось что якобы в этом есть какое-то противоречие но но в этом же нет противоречия тоже абсолютно связанные две вещи то есть когда вот растет количество людей участвующих какой-то истерии которые нагнетаются искусственным путем то кому-то это не комфортно кому-то не комфортно когда санкции он теряет деньги у него там не за теряет бизнес кому-то не комфортно в политическом смысле мало ли кому чего не комфортно я не знаю но 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 понятно что в таких обстоятельствах должно увеличиваться и это совсем не те люди которые не любят америку значит норовят там поучаствовать в лотерее green card то есть даже на уровне блумберга я я скажу что это новостишка она носит такой абсолютно спекулятивный такой дешевый характер я я не вижу там никакой такой замечательной новости я например блумберг не за этот мусор читаю а за то что там хорошие финансовые новости серьезная серьезная аналитика финансово вот вот это интересно а вот ну хорошо и дальше все это подхватывается куда-то там разносится и те кто подхватывает и разносит у них тоже есть какой-то point там который они хотят значит сделать да обратить внимание на что-то и они используют это для того чтобы подтвердить что то что они вот всегда говорили там что вот то плохо это плохо то на что это подтверждение до этих подтверждений ё-моё но 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 чего мы будем там про про вот это вот не знаю поезжайте в детские дома поезжайте там где инвалиды живут поговорите с пожилыми людьми которые живут не дай бог на пенсию на свою но при ну что мы елки зеленые кто-то там хочет чего-то уезжать в лотерею участвовать там и я даже не знаю я не понял какой такой вывод можно из этого сделать который нельзя было сделать намного раньше во первых во вторых я все-таки считаю что люди которые наш канал смотрят они в известном смысле как бы владеют больше информации в силу того чтобы больше интересуются владеют больше информации там по определенного круга вопросов поэтому я не вижу в этом ничего такого достойного какого-то обсуждения или стоящего того чтобы из этого сделать какие-то выводы я из этого никаких выводов сделать не могу я два года назад уже говорил что например к иммиграционным адвокатам подступиться невозможно они дымятся и они уже перестали делать там бесплатную первую консультацию там на месяц вперед там записываются на appointment за деньги там и так далее вот я это два года уже вижу как вот просто ну я не знаю что поэтому до того еще до того еще до майдана до олимпиады это все было очень хорошо видно может быть тогда другие были другая тематика была приезжала очень много уже два года назад до всего вот этого вот уже было полно людей с деньгами тут которые искали возможность эмигрировать и разговор такой был что бизнесы отжимают что всякий бизнес который там не связан с властью его отжимают значит в пользу тех кто при власти или в пользу тех кто просто хочет бабло забрать и бизнес этот хлопнуть там я этих историй наслушался я даже не знаю сколько и я думаю что те люди которые живут там на месте этих историй знать в тысячу раз больше чем я поскольку я в общем-то изолирован и с очень малой толикой так сказать людей общаюсь поэтому тамошнюю там прессу я я не читаю мне собственно ни к чему в общем к чему рассказываю что ну но абсолютно никакой такой новости в этой новости нет и никакой пищи для размышления она не дают вот так что если кто-то вот допустим сосет вот этот леденец все время один тот же леденец он всю жизнь его сосет вот там надо ехать надо ехать надо ехать я не знаю о чем вы там говорите но ехать надо вот это новости серии там я не знаю что там написали в этой статье но ехать надо вот вот собственно такая вот замечательная публикация счастливо